МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога как поле битвы, новые ДТП и шокирующие наезды на пешеходов. Таможня не дала добро. Какие нарушения со стороны владельцев позволяют инспекторам арестовывать их автомобили? В Гомельском городском отделе следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении гомельчанина, выбросившего с балкона собственную тещу. 29-летний мужчина решил попытаться наладить взаимоотношения с супругой, с которой уже долгое время не проживал. Поздним вечером, 27 августа, он забрался на балкон первого этажа квартиры родителей жены для разговора с ней тет-а-тет. Но беседа по душам не получилась. В нее то и дело вклинивалась мама супруги. Нелицеприятные слова и угрозы тещи периодически доносились из спальни. Разгоряченные алкоголем нервы парня в какой-то момент не выдержали. В ходе конфликта мужчина зашел к ней в комнату, поднял ее на руки и выбросил ее с балкона первого этажа. Упав на землю, женщина самостоятельно подняться не смогла. Потребовалась срочная госпитализация. В больнице у потерпевшей диагностировали перелом шейных позвонков и множественные ушибы тела. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В ходе следствия выяснилось, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В том числе и по части 1 ст. 154. Это истязание. То есть имелся факт истязания уже собственной матери. Теперь мужчине, сбросившему с балкона свою тещу, скорее всего, вряд ли удастся сохранить семью. В соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему грозит провести до 8 лет лишения свободы в местах не столь отдаленных. Если жена задержанного подаст на развод, то согласие мужчины, согласно закону, в таких случаях не потребуется. Итоги специальной программы МАК подвели на Гомельщине. Показатели работы по выявлению наркосодержащих растений улучшены на четверть. В зоне внимания правоохранителей были как населенные пункты, так и заброшенные территории. Наркосодержащая зелень каждое лето настойчиво пробивает себе дорогу к солнцу. А следом из тени выходят и те, кто желает поднять себе настроение или легко подзаработать на травке. Однако правоохранители не дремлют. Для них сезон 2017 выдался урожайным. 879 фактов произрастания наркосодержащих растений выявили сотрудники отделов внутренних дел области этим летом, что на 239 больше, чем в прошлом году. 232 от общего количества факты обнаружения МАКа, 647 – конопли. На территории почти в 90 гектаров уничтожено 3 тонны МАКа и 65 тонн конопли. Эта работа построена на тесном взаимодействии с руководителями и работниками сельхозпредприятий. Порядка 6 гектаров плодородной земли, очищенной от плантации конопли и МАКа, в этом году вошли в сельхозугодие Гомельской области. Для всех правоохранительных органов, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, лето является жаркой порой. Для нас это тоже не является исключением. Количество экспертиз, назначаемых по исследованию наркотических средств растительного происхождения, увеличивается в разы. Благодаря тесному взаимодействию и профессионализму сотрудников удается выполнять экспертизы в кричайшие сроки. Мы не подвели смежников, так как на основе наших экспертиз они принимают необходимые процессуальные решения. Сообщают о местах диких плантаций и местные жители. На каждый такой случай реагируют оперативники службы наркоконтроля. После оформления соответствующих материалов уничтожают потенциальный наркотик, часто прибегая к помощи местных хозяйств и сельских советов. Это совместный труд, подчеркивают правоохранители, и направлен он на то, чтобы не дать злоумышленникам шанса использовать дикорастущие растения в сфере незаконного оборота наркотиков. Сегодня уже можно говорить о том, что по фактам изъятия наркотиков и других психотопных веществ возбуждено 210 уголовных дел, привлечено к ответственности 197 граждан, в том числе один иностранец. Из незаконного оборота изъято более 17 килограмм наркотиков растительного происхождения. И сегодняшняя операция МАК показала, что наши граждане стали более бдительнее, более ответственнее. Они прекрасно понимают, что МАК – это зло, что конопля приносит вред. При всех возможных случаях они сообщали нам, что где-то рядом произрастает наркосодержащие растения. Оперативники незамедлительно выбывали на место, изучали, измеряли, и при помощи работников сельхосходящих предприятий уничтожали и коноплю, и МАК путем культивирования. Свыше 20 килограмм семян МАКа с примесью МАКовой соломки изъяли правоохранители из незаконного оборота в период спецпрограммы МАК. За сбыт этих веществ к уголовной ответственности привлекли 4 человека – жителей Калинковичи и Светлогорска. В Гомельской области за последнюю неделю зафиксировано сразу несколько трагических наездов на людей. В Брагине под колесами автомобиля МАЗ погиб ребенок. Десятилетний мальчик перебегал дорогу перед многотонным грузовиком. Это произошло в минувшую пятницу около 7 часов вечера. Мальчик пересекал дорогу слева направо по ходу движения грузовика. Перебежав в проезжую часть, он неожиданно решил вернуться обратно и попал под колеса грузового автомобиля. Следователи предполагают, что ребенок мог уронить мобильный телефон. Специалисты изучили следы тормозного пути большегрузного автомобиля и назначили экспертизу. Судя по первоначальным сведениям, скорость машины не превышала разрешенную на этом участке дороги. Возбуждено уголовное дело. Дети в силу своего возраста и специфики восприятия дорожно-транспортной ситуации выделены в отдельную категорию участников дорожного движения. Дети не обладают достаточным жизненным опытом, чтобы предвидеть и правильно оценивать складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию. Им присуща недооценка опасности, плохо прогнозируемое поведение вблизи проезжей части, опасное, а в ряде случаев безрассудное поведение при приближении транспортных средств. В этой связи водитель везде, в том числе и вне пешеходного перехода, должен быть готов снизить скорость или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на таких участников дорожного движения, как дети. А в Гомеле на пешеходном переходе погиб мужчина. ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого. Около полудня на пенсионера, который переходил дорогу в предназначенном для этого месте, наехал джип. Женщина-водитель, которая управляла автомобилем, двигалась со стороны улицы Барыкина. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту смерти пешехода возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас ищут свидетелей этого дорожно-транспортного происшествия. По номерам телефонов, которые вы видите на экранах, можно сообщить полезную для следствия информацию. Также разыскиваются очевидцы наезда на ребенка в Брагине. Любой гражданин, который стал свидетелем ДТП, может оказать содействие следствию. Чем холоднее снаружи, тем жарче внутри. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обращают внимание людей на рост количества пожаров, связанных с сезонным похолоданием. Проблема кроется не только в нештукатуренных печках и дымоходах, но и в привычке согреваться алкогольными напитками. В итоге к пожару приводят непогашенная сигарета. За минувшую неделю на территории Гомельской области произошло 12 пожаров, на которых два человека были спасены и два погибли. Так, в деревне Кунтеровка Ветковского района на помощь к Погорельцу вовремя пришли соседи и вытащили его из огня до приезда подразделения МЧС. Но, как говорят пожарные, не всегда огонь может представлять угрозу, куда опаснее бывают продукты горения. В деревне Руденец Будокошелевского района в дыму задохнулся пенсионер. 63-летний мужчина был обнаружен в результате разведки звеном газодымозащитной службы деревянного одноэтажного дома. Рядом с погибшим находился и очаг возгорания. Очевидная причина – непогашенная сигарета. Аналогичный случай произошел на следующий день, 25 сентября, в Добрыжском районе по улице Володарского в городе Добрыж. Там по прибытию спасателей к месту вызова из окон дома шел густой дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу возле окна был обнаружен труп мужчины, хозяина домовладения, 1963 года рождения. Зачастую пожары с гибелью людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении развиваются по единому сценарию – выпил, закурил, уснул и не проснулся. Для того, чтобы потерять сознание, человеку достаточно трех-четырех вдохов. Смертельную же дозу угарного газа человек получает в течение нескольких минут, тогда как площадь сгорения может составить всего лишь несколько квадратных метров. Тем не менее, статистика фиксирует все больше случаев, когда установленный в доме автономный пожарный извещатель предотвращает во время человека обезет, тем самым спасает его жизнь. Виновником сразу трех пожаров с ощутимым материальным ущербом стала молния. На прошлой неделе в результате разгула стихии без крыши над головой остались сразу три семьи. Из-за удара молнии в их домовладениях произошли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. На ликвидацию последствий возгораний спасатели выезжали в деревни Хавхло и Бронница Будокошелевского района, а также в деревню Теренище Гомельского. Проявление сил природы является одной из рассматриваемых версий возникновения четырех пожаров, произошедших на территории Гомельской области 21 сентября в Будокошелевском и Гомельском районах. К счастью, там обошлось без пострадавших. В данном случае следует помнить, что при возникновении пожара человеку следует немедленно сообщить в службу спасения по номерам телефонов 101 либо 112 и доверить тушение пожаров профессионалам, имеющим специальную технику и оборудование. А в Речице стихия едва не смыла городской рынок. Из-за обилия осадков, которые наблюдались на прошлой неделе, с напором дождевых вод не справились ливневые канализации. В итоге вода практически по колено затопила торговые ряды на улице Молодежной. Понадобилась помощь и МЧС, и ЖКХ. Водостоки очистили, а излишки воды откачали при помощи специальных насосов. Через четыре с половиной часа после сообщения о ЧП рынок вновь принимал посетителей. Незнание закона не освобождает от ответственности. Очередную дорогостоящую иномарку изъяли гомельские таможенники у гражданки Молдовы, которая пыталась выехать за пределы Беларуси на авто, нарушая правила передачи права пользования временно ввезенным транспортным средством. На этот раз штрафстоянку гомельской таможни пополнил автомобиль Volkswagen Passat 2008 года выпуска. Водитель иномарки, жительница Новоанинского района Молдовы, выезжала из страны через пункт таможенного оформления Веселовка. При осуществлении таможенного контроля транспортного средства гомельские таможенники установили, что автомобиль ранее был ввезен в Беларусь иным гражданином, чем и был нарушен установленный законодательством порядок временного ввоза транспортного средства. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше 20 тысяч белорусских рублей. Передача права пользования иностранным автомобилем временно ввезенным одним гражданином на территории Евразийского экономического союза без соблюдения установленного законодательством порядка другому гражданину запрещена. Такая передача допускается только при условии декларирования автомобиля и уплаты необходимых платежей, а также с разрешения таможенного органа в случае невозможности перемещения декларантом по объективной причине. Также следует помнить, что временно ввозить иностранные автомобили без уплаты таможенных пошлин на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством разрешено на один год. Соответственно, до истечения такого срока необходимо вывести за пределы Евразийского экономического союза транспортное средство, либо в случае невозможности осуществления вывоза уведомить в установленном порядке таможенные органы. За период с января по август 2017 года белорусские таможенники выявили 145 фактов незаконной передачи права пользования транспортным средствам и нарушение сроков временного ввоза на территорию ЕС автомобилей. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 217. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok